Разводка гантелей и лёжа Разводка гантелей и лёжа самое мощное изолирующее упражнение для груди. Для получения эффекта от выполнения разводки в первую очередь необходимо выполнять её технически правильно. И для избежания травматизма помнить, что при выполнении изолирующих упражнений не нужны такие большие веса, как при выполнении базовых. Рекомендации для выполнения упражнения очень схожи с рекомендациями для выполнения жима гантелей и лёжа. Спина должна плотно прилегать к камье, полностью исключая любые прогибы, так как при прогибе в пояснице в работу могут включаться широчайшие мышцы спины. Руки должны быть строго перпендикулярны корпусу, чтобы не перераспределять нагрузки с грудных мышц на дельты. Чтобы обезопасить локтевые суставы от предельных нагрузок, нужно сделать в них небольшой изгиб. Нужно исключить подъем головы как в негативной, так и в позитивной фазе движения. В этом случае необходимо добиться полной изоляции грудных мышц и исключить помощь любых других групп. При подъеме головы в подъем веса будут включаться трапециевидные мышцы спины. При использовании разводки в качестве подсобки для соревновательного жима штанги лежа, прогибов поясницы, поднятия головы и отклонения от перпендикулярности рук по отношению к корпусу в принципе допустимы. В этом случае тренируется взрывная сила соревновательного движения общая для всей толкающей группы мышц. В силу физиологических особенностей строения тела грудные мышцы будут находиться в горизонтальной плоскости при наклоне скамьи 30 градусов. То есть при таком наклоне скамьи грудные мышцы наиболее равномерно будут включаться в подъем веса. При необходимости отдельной проработки верхней части груди угол наклона лавки можно увеличить вплоть до 45 градусов. Веса при выполнении изолирующих упражнений существенно ниже, чем при выполнении базовых. Кроме того, изолирующие упражнения всегда должны выполняться только после базовых. Поэтому не стоит вообще обращать внимание на то, какой вес сегодня комфортен для ваших грудных, уже утовленных живыми. Прогресс в весах является краеугольным камнем только в базовых упражнениях. В изолирующих упражнениях он не важен по двум причинам. Во-первых, изолирующие упражнения нагружают только один сустав, в нашем случае локтевой. А соответственно нагрузка ложится на меньшее количество связок. Во-вторых, изолирующие упражнения всегда используются для добивания мышц силы, оставшиеся после базовых упражнений. Учитывая постоянное наращивание в них рабочих весов, могут от тренировки к тренировке сильно отличаться. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok